Закроет ли русскую гимназию в Молдове? Судебное разбирательство затягивается. И главный вопрос, закроет ли и в Новотроицком русскую гимназию, до сих пор открыт. Суд Новых Анен направил материалы искового заявления в апелляционную палату Бендер, так как секретарь Новоаненского районного совета Петру Бойко обжаловал исковое заявление. А вот депутат парламента от ПКРМ Вячеслав Бондарь, представляющий Новоаненский район, расценил действия Бойко как незаконные и заявил, что секретарь не имел права представлять интересы районного совета в суде, так как данная прерогатива принадлежит председателю совета либо юристу. Таким образом, рассмотрение судебной инстанции протеста в связи с ликвидацией гимназии в селе Новотроицкой затягивается как минимум на три недели. Напомним, еще в сентябре чиновники Новоаненского районного совета проголосовали за закрытие школы села Новотроицкая, несмотря на то, что местный совет села выступает против этого решения. Местные жители проводили акцию протеста, перекрывали автотрассу Кишинев, Новоанен и Паланка и снова акции протеста. Жители села вместе с детьми более 15 часов простояли на холоде, требуя от властей сохранить местную школу. И уже в октябре, когда жители Новотроицкого провели еще новую акцию протеста, вице-министр образования Игорь Гросу пообещал сохранить единственную школу в селе. Однако на днях чиновник передумал, категорически потребовав на совещании руководства Новоаненского района закрыть гимназию в Новотроицком.